Доброе утро, друзья! Это студия Хорошего Настроения. 1 марта. Мы сегодня встречаем вместе с вами. День просто потрясающий. Если задать вопрос любому из вас, с каким животным у вас ассоциируется месяц март, уверена, что каждый скажет правильно. Тут вот идет уже подсказка ко мне. Мяу-мяу говорит, с котами ассоциируется месяц март. Это самый кошачий месяц. В данном случае, не знаю, коты ли это у нас или не коты, будем выяснять во время разговора. Пообщаемся с заводчицей котов породы канадский сфинкс Натальей Романовой. Наталья, доброе утро. Рады вас видеть. Доброе утро. Красавиц или красавцев. Кто это у нас, мальчики, девочки? Красавицы. Красавицы. Тоже рады видеть, как их зовут. Представляете? Это у нас барышня Элегия. А эту барышню зовут у нас Габриэль. Габриэль и Элегия. Ой, какие имена красивые. Между прочим, сегодня многие отмечают День кошек как раз таки. Вы как-то отмечаете? Мы замучики знаем об этом. Да, поэтому наши любимцы домашние обязательно не остаются без каких-то привилегий сегодня. То есть делать можно буквально все. Но я вот прошу прощения, смотрю, вот они же вроде как коты, а вроде бы как и не совсем коты. Или как вот отношение к сфинксам среди заводчиков? Действительно, многие... Не столько, я прошу прощения, не столько среди заводчиков, сколько скорее... Ой, вот как-то да, вот это все выглядит и дома, и не только дома. Любимые такие вот, любвеобильные. Только ноги суркнули. Это больше собаки, это больше обезьяны, чем коты, и ведут себя несоответственно. Это животные, которые будут встречать вас с работы, это те, кто будут ждать вас, сидя на подоконнике, готовить с вами ужины, заниматься уроками. То есть, по сути, собака-компаньон. Я думаю, безусловно, так и есть. Котопес такой, да? Потому что, ну, многие с предубеждением относятся к этой породе, считают сфинксов такими не очень привлекательными кисками. Вот почему? Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Только потому, что они без шерстки. Вот какие еще, так сказать, преимущества у котов-сфинксов перед обычными котами? В первую очередь, конечно, наверное, порадуют эти коты хозяек, потому что отсутствие шерсти дома – это огромный плюс, который, да, не останется незамеченным. Вот. Что касается того, почему их любят чуть меньше, но, наверное, все-таки вид их слегка неординарный, в связи с чем любовь должна к ним прийти. Как правило, когда приходят семьи смотреть, выбирать себе животных на выставке, мужчины отворачиваются, ну, а девушки, женщины как-то, да. Не, ну, я вот признаюсь, буквально вот пять минут ты уже смотришь на них другими глазами. Так-то они изначально напоминают каких-то таких вампиренышей, я прошу прощения, а вот уже буквально пять минут в студии и уже как-то проникаешься к ним. А как они вообще такие появились? Это выщипывают обычных котов или все-таки… Ну, обычно говорят, что бреют. Ну, а по факту история насчитывает разную информацию, как с 88-го года, так и с далекого-далекого Египта. Я хочу ее потрогать. А она не очень хочет, я так полагаю. Все-таки кошка есть кошка. Кошки, да, сфинксы, они все-таки хозяйские, они признают одного хозяина. В большинстве случаев это, конечно, мужчины, чтобы не было удивительно. Это папины кошки. Вот, ну вот, в случае данной барышни, не отходит больше от меня. Ну, вы знаете, что хочется сказать, что в отличие от других кошек, которые вообще даже потрогать, вот попробуйте какую-то кошку приведите или придите кому-то в гости и сразу ее попытайтесь пообнимать, как-то погладить. Вот она пришла сюда ко мне, вы не видите? Общительная кошечка. Ну, она действительно такая общительная, а на ощупь это очень приятно. А правда, что у них температура тела выше, чем у других? Температура тела у них может доходить до 40 градусов, и это абсолютно в пределах нормы. То есть лечебные кошки они еще? Ну, считается, что они лечебные, да, они посредственно прикладывают. Оля, не все, что около 40 градусов, лечебные. Как вот взаимоотношения в семье, к детям они как? Как они к собакам, к, не знаю, там, к крысам, к другим животным? Я скажу так, что в свое время для меня это был принципиальный вопрос, когда домой выбиралась первая любимица. Поэтому, что касается детей, за 6 лет я ни разу не пожалела, что выбрала именно эту породу. Дети спали с грудного возраста в одной кроватке с ними. Сейчас по ним ходят, топчутся, крутят, вертят, завязывают в узелок, и все совершенно безобидно. То есть каким людям можно порекомендовать заводить именно сфинкса? Ну, вот помимо того, что если человек аллергик и очень хочет кошку, то это, наверное, единственный вариант, правильно? Немножко вас подкорректирую. Не всем аллергикам подойдут сфинксы, только если речь заходит об аллергии на шерсть. Поэтому вот сталкиваемся мы достаточно часто с тем, что люди интересуются и приходится нам расстраивать тех, у кого есть аллергия, что все-таки стоит проверить даже со сфинксами, как будет контакт и как себя поведет наш организм. А все, что касается питания и других каких-то там моментов, они такие же, как и обычные кошки, да? Абсолютно ничем не отличается уход от обычных кошек, разве что вот этих деток нужно хотя бы раз в недельку под теплой водичкой, под струйкой споласкивать. Мне кажется, это даже интересно. Интересное занятие. Так как мы уже сказали с вами, что температура тела повышена, за счет этого и метаболизм, и процессы в организме идут быстрее, поэтому и приходится нам стираться тяхи. А у нас есть фото такой, знаете, гламурной кошечки, как ее называет ее хозяйка. Да, кстати, хозяйка кошки подобрала ее на улице, выходила и потом сделала из нее просто гламурную диву. Вот такие фотосессии устраивает красивые. Совсем не похоже на брошенную кем-то на улице кошечку, но вот видите, если приложить руки и любви, вот вы к таким всевозможным изыскам как относитесь? Или все-таки кошка должна быть голая? Ну, как видите, в нашем случае, да, вот именно голые мы любим чуть больше, чем остальные. Ну, то есть своих котов вы так не одеваете, не фотографируете? Нет, ну почему? Одевать мы их одеваем в поездки, например, вот к вам в студию, а вообще дома, конечно, мы ходим голышом. Слушайте, ну вот у них абсолютно гладкая кожа, просто на ощупь вот такой бархат приятный, и я не пойму, это у них такое все-таки есть что-то на них? Ну, как вот велюровая ткань. А вообще они считаются персиковыми. То есть вот такой легкий пушочек, как на персиках, да? Никакими специальными дополнительными кремами не пользуются. В отличие от шарпиев, нам это не нужно. Точно, Саша, смотри, присмотрись. Это не то, что голые, абсолютно лысенькие, а у них есть такая коротенькая-коротенькая шерстка, что издает вот этот эффект велюра, бархат. У них взгляд, как будто они уже знают жизнь. Персик, персик, какие красивые глаза у тебя. То есть для тех, кто не хочет мусора, не хочет шерсти, для тех, кто хочет себе котика, который будет лащиться к нему, а не ходить все время только как все кошки. Гулять сам по себе. Сам по себе. И для тех, кто хочет, чтобы животные вот эти замечательные общались с другими животными и с детьми, хорошо, то для них сфинксы. Будет самый подходящий пароль. Ну, вообще, мода на них сейчас в Беларуси есть, да? То есть вы чувствуете особый интерес? Мода на них есть всегда. Всегда. Да. Всегда находятся и любители, и противники, с чем мы сталкиваемся, буквально на каждой выставке. Кстати, а почему сфинксы? Сфинкс. Такое красивое название. Почему именно сфинкс? Вероятно, потому что корни когда-то в истории рассказаны, идут из далекого Египта. В связи с этим название было более чем подходящее. Смотри, что у меня есть. А Коля пытается увлечь. Смотри, что у меня есть. Кстати, вы не заметили, что у нас одна собеседница сошла? Да, она куда-то я уже. Вот, все-таки решила погулять сама по себе. Но я вот смотрю, повадки, в общем-то, на самом деле полусобачьи. Кошка, мне кажется, по-другому все-таки реагирует. Вот я заметила, что другое. То есть если вы хотите и собаку, и кота, но не можете себе позволить, то купите сфинкс. Если вы вдруг пропустили наш разговор, YouTube вам в помощь. Там есть наш канал, СТВ, всегда доступно. Смотрите, наслаждайтесь и любуйтесь вот этими котами и нашей гостей. Ну, а мы еще расскажем, кто был у нас в гостях. Две замечательные кошечки, которые все-таки остаются кошечками и гуляют чаще всего сами по себе. Ну, по крайней мере, у нас по стыде. И благодарим за интересный разговор нашу собеседницу, заводчик котов породы канадский сфинкс Наталья Романова. Спасибо, Наталья. Друзья, мы сейчас прервемся, а ненадолго вот котов словим и студии выведем. А вы не переключайтесь, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.